Ценники есть, частично они отсутствуют. По срокам вводности пока что товар свежий, продукты срочные мы не нашли. Отсутствие ценника на продукцию – единственное нарушение в торговом центре Карабулака, выявленное Роспотребнадзором. Условия хранения мясомолочной продукции соблюдены. Температурный режим в норме, не нарушено товарное соседство. В свою очередь сотрудники комитета промышленности ведут мониторинг цен, причем ежедневно. Но сегодня выехали сюда по жалобе на необоснованный рост цен на курятину. Администратор магазина заверила, что цены на мясную продукцию у них ниже рыночных. Подтверждают это сотрудники местной администрации. Да и обычные покупатели. Мониторинг цен продолжился уже в селении Троицкое. Здесь также, разделившись, сотрудники Роспотребнадзора проверяют сертификаты на продукты, маркировку, качество товара и наличие точных ценников. А дата выработки есть? 15 марта. 180 суток. Еще до наступления месяца Рамадан комитет промышленности региона направили документы в органы местного самоуправления сел и городов, чтобы те на своих территориях отработали механизм сотрудничества с торговыми представителями, согласно которому продавцы, закупая товар, уже знают, что больше 10% не надбавят. К примеру, в администрации СУЖа уже приняли меры, регулирующие цены на торговых точках. Мы совместно с Министерством промышленности приняли меры для того, чтобы оказать регулирующие воздействия на цены в данном объекте и по ряду других объектов на территории нашего муниципалитета. Здесь получается, в этом магазине, магазин называется «Гастроном», у нас достигнуто соглашение о том, что они не будут осуществлять наценку товаров не выше 10%. Данный вопрос также регулируется на уровне правительства Российской Федерации, постановление правительства 530. И действительно, здесь СУЖа, именно в этом торговом центре, где была осуществлена проверка необоснованного роста цен, не обнаружили довольные и покупатели. За изменением цифр на оценниках социально значимых товаров следят специалисты Комитета промышленности в ежедневном режиме. Ведомство действует в рамках поручения главы региона Махмуда Али Калиматова, проводя надзорную деятельность по контролю цен на продукты питания в священный месяц Рамадан. Хотим понять, как у нас меняется ценовая политика в этой области. В случае, если есть обращение, необходимость, если бывает, мы постараемся даже реагировать на это оперативно. Сегодняшний мониторинг показал, что есть некоторые изменения в некоторых, так сказать, диапазонах продуктов питания, но это изменения незначительные. Чтобы этого избежать, мы заранее уведомляли администрации, чтобы в рекомендательном характере они поставили известность руководителя торговых павильонов, таких центров, чтобы они в своем соглашении прописывали, чтобы не более 10% была наценка на отпускную продукцию. Также комитетом промышленности региона подписан меморандум с крупными торговыми представительствами в республике, которые также придерживаются этих расценок. Помимо этого, руководителям торговых точек рекомендовано не повышать цены на востребованные продукты, чтобы все товары были доступны жителям республики в священный месяц Рамадан. Адам Мережков, Магомед Дарсигов, Магаз, 24.